мне посоветовали друзья попробуй тебе понравится я взяла один раз теперь это смысл моей жизни я ставлю его постоянно я уже не могу без этого порошка я его постоянно покупаю как только он у меня заканчивается я бегу за ним сломя голову я уже больше не могу без него жизнь да ладно расслабьтесь сегодня будем просто говорить про закваски которые я люблю делать его очень просто самой дома молоко взял порошочек с закваской разбавил его чуть-чуть в молочке она минут пять-десять постояла стала единой субстанции и выливаете в молоко все и я ставлю йогуртницу у меня где-то часов на десять все йогурт готов но вкус будет зависеть от вида закваски и польза будет зависеть от вида закваски и сегодня давайте вот про это поговорим какие же мои любимые заквасочки открывать свой холодильничек а у меня несколько видов заквасок и я стою перед ними выбираю я так люблю выбирать я выбираю не просто так я выбираю понимаю а что же я сейчас хочу когда смотря на каждую заквасочку я понимаю ее вкус я уже и ощущаю они такие разные на самом деле и я люблю вот этот процесс выбора поэтому у меня всегда несколько видов заквасок и я люблю этот сам процесс поставить йогурт что он вот это вот живая субстанция она начинает жить своей жизнью образуется то есть вот этот весь сам процесс он у меня завораживает и сегодня я расскажу особенности потому что я где-то год сижу на заквасках по другому не скажу что я уже без них просто не могу и делала много ошибок в технологии хотела попроще а у меня не получалось но йогурт встать на самом деле очень просто очень просто и если вы начнете это делать делайте делайте вы получите такое удовольствие и такое очищение организма и такое легкое состояние когда вы будете делать настоящий йогурт сами сами и уже никогда не вернетесь к магазинному варианту вот-вот он будет вам казаться уже не таким не таким на вкус не таким насыщенным и так какие же мои любимые заквасочки все таки дело в том что я на самом деле немножко неправильно говорю потому что классически у меня есть йогурт вот называется прям закваска йогурт но все остальные закваски они называются реально заквасками но я все равно их оговариваюсь называю йогуртом лучше так первая закваска которая называется именно йогурт она самая традиционная по составу и она самая нежная мать и вот когда его хочется есть с фруктами такой вот нижний состав причем мне когда я делала видео как же начать делать йогурты с чего же начать вот я когда со свое делала первое видео и мне много советовали вот возьмите баночку йогурта в магазине покупного и на нем заквашивать вот ребята я пробовала я пробовала все ваши советы мне так не нравится вкус не такой насыщенный и не такой нежный вот не такой я иногда беру йогурты потому что у меня бывают перерывы что я то закваску не заказала то еще что-то да то не поставила и я когда я беру потому что просто ну вот действительно я привыкла вот я беру маленькую баночку и у нас семья вот эту вот баночку я беру в основном термостат на который уже в баночках готовы она съедает его долго то есть мы как-то его вот так по чуть-чуть съели только я ставлю а я ставлю сразу литровую я уже показывала то есть сразу на литр молока у меня и сметаются вы понимаете вкус совсем другой более насыщенный более того как но они более живые вы понимаете когда вы засыпаете сухую закваску уже гарантированно знаете что на концентрацию того что вы получаете когда вы покупаете йогурт в магазине вы не можете гарантировать вот эту концентрацию живых организмов то есть у вас процесс пройдет ну что там внутри то у вас вы же не по они иногда пишут что мы гарантируем там на 10 в 7 по моему там количество микроорганизмов гарантирует потому что пока хранение пока идет вот сам процесс вот создание йогурта свежее чем вот домашний вот до в домашнем йогурте в свежем вы получаете гарантированно живых бактерий понимаете а вот это вот вот сколько там этой жизни то осталось только остался цвет и вкус следующая закваска ему на закваска вот у меня как раз сейчас один пакетик остался вот период эпидемии зимний я всегда держу ему на закваску потому что вот она действительно поддерживает вот у нас как-то нет такой ситуации что мы сильно болеем и с лечением это связано я уже рассказывал так вот мне действительно она нравится и она очень насыщенная на вкус и вот я не знаю это может быть на уровне веры что это помогает но вот действительно я стараюсь ее периодически использовать когда количество бактерий в закваске много у нее такой концентрирован вкус вот я не могу это знаете это как если вы покупаете дешевый российский сыр и швейцарский дел сделаны в швейцарии да и вот это вот разница насыщенности вкуса когда вы тут возьмете он какой-то недозревый непонятно что и возьмете настоящий натуральный хороший с хорошими с по правильной технологии и вы будете смаковать то же самое вот и здесь то есть количество вот эти вот бактерии она прям реально влияет на вкус это совершенно другой вкус чем во первых вы никогда не купите в магазине никогда не будет не купите в магазине с таким составом максимум если вы покупаете йогурт то там один-два вида бактерий вы посмотрите и их даже вид зачастую не пишут не пишут что именно вам положили только напишут либо бифита до бактерий а их очень много видов я когда сдавала бак анализ я как увидела первый раз сколько видов не хватает и что они бывают разные я была очень удивлена очень удивлена потому что но есть какие-то стереотипы которые вот основные да вот основные и больше всего вот сейчас как-то с пребиотиками больше уже просвещение у людей но раньше реально люди не знают что вообще лакто бактерии существует их очень долго продвигали а бифита бактерий там врач назначал а не восстанавливалась микрофлора продолжались проблемы там с животом там проблемы с калом то есть он могут либо жидкий либо слишком твердый и я на своих видео на детском канале там сколько раз я писала в комментариях а почему вы пьете только бифита бактерии а вы делали бак анализ чего вам реально не хватает и вот когда вы в живом виде начинаете вот это потреблять какая свобода в желудке это вы не представляете и наш иммунитет весь находится практически в кишечнике в состав и вона входит 13 видов 13 видов различных бактерий и они разбиты на две группы первая группа она подавляет активность патогенных микроорганизмов а вторая группа она ферментирует вещества то есть ну как бы создает вещества которые помогают организм то есть это сложные углеводы она участвует в обмене белков и липидов синтезирует ферменты и стимулирует синтез иммуноглобулинов особо антител интерферонов которые вот помогают как раз которые являются иммунитетом я уже говорил вообще про как я люблю использовать интерферон вот в лечении виде тоже порошочка для лечения профилактики гриппа и вирусных заболеваний так вот эта закваска она сама стимулирует синтез интерферонов самим организмом не случайно там сейчас пытаются всяким тоже производители там если начинают производить кисломолочный продукт они обязательно подчеркивают что она иммунно полезная там поддерживает иммунитет вот это вот реально поддерживает иммунитет это проверено и следующая моя одна из любимых заквасочек она чуть-чуть как бы чуть покислее и тоже она у меня осталась уже одна уже одна видите все потому что я говорю это мои две любимые ацидофилин я надеюсь я правильно ставлю ударение причем ацидофилин он подходит даже новорожден потому что вот его прям рекомендуют для налаживания микрофлоры новорожденного то есть самого-самого рождения а если у вас нарушение пищеварения если у вас дисбактериоз если у вас вот после лечения вы прошли какое-то лечение такое антибиотиками вам нужно восстановить микрофлору это одна из лучших вот одна из лучших заквасок она улучшает обменные процессы в организме ацидофильная палочка она в процессе вот своей деятельности вырабатывает бактерицидные вещества которые подавляют гнилистые бактерии следующая одна из моих любимых заквасок это нормофлора что она подходит для детей и ее рекомендуют именно детям дошкольного и школьного возраста в нее ходит 15 15 бактерий микрофлора каждого человека она индивидуально и вот симбиоз вот этих вот пробиотиков которые входят состав они действительно уникальны и создают необходимый баланс баланс в организме но конечно я его даю не только детям но и себе потому что у нас как бы отдельно детям и отдельно себе я йогурта не делаю и закваски не ставлю но по вкусу знаете у него вот все время такой состав у меня такое ощущение что он какой-то глянцевый то есть он немножко как с каким-то блеском и стенучестью я его больше всего именно его люблю с орехами вот я не знаю почему но вот если просто йогурт он просит фруктов то сюда если добавляешь орехов но вот просто какой-то мега взрыв вкуса последняя заквасочка это протект для меня и я ее воспринимаю как очищающие восстанавливающие и вот после новогодних праздников я именно ее ставлю то есть я их все время комбинирую здесь 13 штампов пребиотиков то есть всех которые содержат микрофлора человека она тоже очень вкусненькая очень хорошая и действительно когда вы нарушаете диету она очень 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 даже приятненькая еще одна у меня закваски нету это вот для похудения я брала в том году весной и я знаете такая к лету такая вы знаете прекрасно что я на диетах не сижу никак и она мне очень хорошо прям действительно за счет стимулирования пищеварения моего она меня очень хорошо подтянула тогда к лету и прям заметно было и мне писали как-то так схуднули чуть-чуть вот я так допила эту заквасочку и я думаю что к весне сейчас я ее опять вот возьму потому что сейчас у меня ее нету так что ведь я все время комбинирую если я чувствую что период болезни я вот начинаю пропивать иммуны и чтобы и вся семья моя немножко была под защитой если я что-то нарушая пищеварение я пью протек я вот вставлю закваски протек вот но они иногда бывают слишком насыщенные я поэтому вся всякие разные разнообразие наши потому что они реально вот я стою я кончиком языка чувствую насколько они все разные на вкус и я понимаю что и по назначению они разные и мне бы хотелось комбинировать все одновременно но нереально пить и но всегда хочется какого-то разнообразие если вы едите там йогурт каждый день вы не можете есть один и тот же вот знаете вы это надоедает честно говоря один и тот же вкус вот поэтому я все время что-то вот комбинирую либо я что-то внутрь добавляю да там с чем-то все время смешиваю у меня очень любят дети смешивать зерна я покупаю я люблю смешивать че стала покупать тоже добавлять в йогурты вот орехи фрукты и замороженные живые но я прекрасно знаю когда я сама ставлю йогурт прежде всего самое главное это то молоко которое вы используете потому что когда я покупаю я всегда сомневаюсь что-то нужное молоко понимаете потому что то молоко который беру я уже его опробовала я иногда беру вот там где делают сыры там вообще настоящее молоко вот так вот сливки стоят и взболтаешь хорошенько поставишь на нем йогурт но это просто объедение либо я беру молоко специально который я точно знаю потому что у меня было несколько раз что из-за молока я не могла получить йогурт она вот и я эти марки уже больше не брала никогда не для каждой для чего потому что я поняла что бактерии протестировали это молоко лучше чем там на нем написали что ну там хороший на этом и любая реклама рассыпалась в дрызг перед бактериями которые сказали нет мы это кушать не будем нас не обманешь и не заквашивали мне это молоко поэтому первый успех это подобрать хорошее молоко я использую пастеризованное использую ультра пастеризованное из него ставится нормально и заквашивается раньше я делала заквасками когда в домашних условиях мы передавали друг другу заквасочки на в баночке и я от своей от бабушки брала вот от прабабушки вернее брала вот эту заквасочку и заквашивала и в банках на самом деле тоже достаточно просто но когда я делала в банках я все время томила молоко то есть долго долго его выдерживала томила потом добавляла и оно получалось такое тянущее такое классное но когда вот через такую закваску делаешь что это не можешь прервать процесс потому что у тебя должно все время чуть-чуть оставаться и ты заново запускаешь процессы это на самом деле утомляет когда вот на заквасках ну кончилась закваска не поставил ты просто докупил закваски и опять станешь опять возобновляешь процесс на самом деле облегчает какое-то такое состояние и вот сейчас я так разленилась вот когда у меня йогуртница электрическая что я уже не там не там блюмора молоко понимаете то есть я его вот не не пастеризую сама то есть во первых у меня нету домашнего молока потому что если у меня был домашним то я его хотя бы пастеризовал то есть доводил градусов до 70 потом охлаждала а потом бы за засыпала не закваску это бы усложняло процесс но все равно достаточно такой простой то есть ты с утра начала заниматься там сквашивание молока заквасками и как бы потихонечку эти процессы занимаешься потом завернул просто его вот в полотенце и оставил на ночь через 12 часов где-то примерно у тебя готово молоко кстати говоря с йогурт я тоже подбирала себе режим подбирала режим потому что у меня первый йогурт который я ставила и вот как раз вот это вот видео как начать делать йогурт да вот как решится вот это вот вот этот процесс если вы первый раз смотрите вот посмотрите по чтобы она вас мотивировала так вот для того чтобы йогурт пошел нужно подобрать время нагрева в йогуртнице я первый раз поставил на 12 часов и у меня получилось что выделилась сыворотка и это означает что я перегрева вот такая была моя ошибка перегрева слишком долго но тот йогурт был самый вкусный по мнению моих детей они все время говорят мама вот вот помнишь тот первый раз был то есть за счет вот этого он более концентрированный отделилась больше жидкости но это неправильно потому что йогурт он должен быть вот более-менее но не должно отделяться сыворотка она должна быть вот такая единая масса и после этого у меня еще пару раз у меня было что отделялась сыворотка но опять это вопрос сырья там да нас насколько она свежая и так далее а так больше у меня проблем никогда не было и вот я иногда думаю может быть передержать не знаю и и готовлю я кстати говоря а еще мне здесь не попала сметана я про нее отдельно рассказывал как я ставлю сметану потому что я все равно периодически покупаю и ставлю сметанку сейчас к масленице за квасочку сметанки я уже купила сам себе купила сливок уже купила а за квасочки у меня уже сметанки нету и я прямо очень 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 сейчас займусь этим вопросом чтобы к масленице получить вкуснейшие блинчики то что с домашней сметаны это вообще не такие вкусные и пироги очень вкусные то есть ну когда вы сами пирог делаете я вот кстати недавно показывал как я на домашней сметане прям делала во влогах и еще я сейчас хочу попробовать сыр сыр хочу попробовать пожелайте мне удачи прям вот очень хочу попробовать домашних условиях сделать моцареллу потому что вот после того как ввели санкции вкусные моцареллы я пока не могу найти вот не знаю так чтобы вот прийти она совсем другая какая-то не знаю я не могу это объяснить но я тут но я могу объяснить этим только тем что вот ну не совсем то сырье не использовать совсем то молоко и поэтому я хочу сама попробовать вот если у меня это получится если я наложусь вот этот выпуск еще сыра кроме того что я из заквас постоянно себе что-то заквасываю я прям не знаю я прям почувствую что я достигла какого-то мега уровня приготовления всем пока это анима таня все домашнее всегда вкуснее ставьте дома выбирайте свою вкусную заквасочку пишите какие закваски ваши вкусные кстати говоря я вот заказываю через интернет а я попробовала купить какой-то бутылечек в аптеке блин он вообще не такой он в одном вообще не вкусно вообще не такой я я так страдаю того что у нас вот тут рядом никто не продается краски вот я прошавила все в аптеке нашла в одной вот этот вот стеклянный какой-то бутылечек он вообще не то вот вообще не то поэтому да чтобы я закупаю из-за этого кстати по несколько штук потому что ну знаете как-то 9 месяцев хранятся купил сразу с копом до несколько и пожалуйста тебе уже заквашивает до какое-то время не думая они не очень дорогие по одной штучке как-то знаете на доставке лучше уж сразу закупиться вперед потому что если вы начнете делать то вы будете будете делать и будете и вообще жизнь свою без этого представить не что-то не так что-то как-то как-то макдоналдс и 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 Субтитры сделал DimaTorzok